Всем добрый день! Сегодня мы начинаем пресс-конференцию, посвященную нашим соревнованиям, очередным Кубом городов России, раньше Кубом Поволжья, Чемпионат Пензской области, который состоится 25 апреля в нашем самом большом зале города Пенза, Пензак Янза и Концерт Метал Янза. В 17-м году будут представители, как всегда у нас, из разных городов России. В этом году 17 городов. Участников ожидается около 150 человек. Чтобы соревнования были достижены, как в прошлом году, будет предварительный набор. И как организатор Маша не придумал предварительные заявки. Раньше их не подавали, теперь предварительные заявки, как мы все это перерабатываем, чтобы уже был подостаточный уровень и зрители не теряли свое время на спортсменов, которые не соответствуют данному уровню. Призовой фонд благодаря нашим спонсорам и друзьям нашим. Большой. Я его озвучу. Это 270 тысяч рублей. То есть, чтобы посмотреть по России, получать, что на данный уровень у нас самый большой призовой фонд. Даже больше, чем в Севернбурге и в Челябинске, которые проводят клубы Курфо. Хотя там, как бы, металлургический комбинат у них. Это просто говорит о престижности спорта в нашем городе. И, в частности, бодибилдинга. Вот. И надеемся, что, как и в прошлом году, будет ажиотаж и зал будет заполнен. И хотел бы, конечно, повторить дирекцию ПЗ «Пенза» за предоставление этого зала. Я думаю, что мы уже доросли до этого уровня. В прошлые годы билеты заканчивались за месяц-полтора до начала соревнований. Здесь зал намного больше, но билет очень хорошо раскупается. И думаю, что зал будет заполнен на этот раз. Напросим, пожалуйста. Предварительное судейство будет, вы говорите, да? Да, предварительное судейство. Ведь это будет за день до соревнований? Нет, не за день. За полтора-два часа. Я думаю, мотать сюда спортсменов, например, из Тамбова и Самары, смысла нет, чтобы они тратили определенные деньги на гостиницу. Вот поэтому отсмотр будет незадолго до самих соревнований. Я понимаю, что для некоторых спортсменов, которые приехали из других городов, это будет, может быть, даже немножко обидно, но спорт есть спорт. Я думаю, они понимают, какие соревнования нет. Почему можно представить себе призовой фонд 30-70 тысяч? Это останутся они только по первым местам? Нет, 30-70 тысяч раскидывается на все категории, включая первый, второй, третий, четвертый, пятое и шестое места. Во всех категориях. Категории, которые у нас будут, это мужской бодибилдинг, абсолютно женский фитнес, бикини, мужской фитнес. Пять категорий, как всегда. Победитель получит по разному количеству сумм, в зависимости от престижности категории. То есть, конечно, может быть, билдинг, женщины в бикини получатся много больше. Не намного, но больше, потому что более интересно, более престижно категории. Но я думаю, ни один спортсмен в обиде делает призовую фонд. Плюс, конечно, будет большое количество подарков, потому что на них не спонсор, а денежные призы дали работать. Пензенские спортсмены будут представлены во всех номинациях? Да, во всех номинациях. Как всегда готовятся, несмотря на какого... Боялись, что несмотря на последний кризис, как называют. Но спорт всегда остается спортом, всегда для всех остается отдушиной. И поэтому все спортсмены, которые планируют в Министике принять участие, национально-то будут участвовать. Уровень нормальный пензен? Уровень очень высокий, да. Вот для меня, конечно, неожиданностью было участие. Подготовка моего брата, Сергея Тизанова, который 6 лет назад проигрывал в абсолютные перевозки. И вот он готовился год, заявил за 2 месяца на Ани-бэд, и я буду участвовать. Для меня вообще я растерялся. Но готовится тоже достаточно неплохой форма. Как вы думаете, он победит? Я не могу адекватно оценить. Потому что он мой брат, да. Но я буду искренне надеяться. А суд действия в прошлом году будут те же самые суды, что и в прошлом году? В прошлом году я не стал принимать участие в суд действии. Я думаю, что я правильно сделал. Хотя, когда я сужу, это плохо. Когда я не сужу, тоже плохо. Но все протоколы команды и спортсмены не будут представлены. Я принимать участие в суде с ним не буду, чтобы не было ни договора, и что, как всегда, ни те самые отдащи преимущества. Все-таки есть разговоры, всегда есть удовольные. От каждой команды из городов будет представлен один судья. То есть судья будет от 7 до 5 человек. Все будет честно. С каждого года приедет? Практически очень многие в прошлом году представители городов отказались судить. Мы просто хотели посмотреть соревнования. Думаю, что 9 судей будет точно. Действительно. Когда у вас снова выказали, что что-то? Пенсер-концерт или какой-то концерт? А что будет? Пенсер-концерт, слабо себе. Что-то происходит. Для нас это первое спортивное мероприятие с такого же большого уровня. На наших площадках надеемся, что не последнее. И от первого концерта будет принимать свое участие творческий коллектив Спирс Тройс Бэнд под управлением Юрия Голоногова, который разбавит немножко спортивную часть мероприятия и свои выступления. Приятно вам принимать подобные? Конечно, конечно. Спорт это здоровье, конечно, это приятно.